Бьюти-день с Бьюти-тайм. Под таким названием прошла вечеринка красоты и стиля в Центре дизайна и интерьера «Формарт». Оценивали свежие коллекции дизайнеров, обсуждали тенденции в области стиля, делились модными лайфхаками и, конечно, зажигали танцпол. Еще в начале осени мы планировали провести совместное мероприятие с Бьюти-тайм ТВ. Мы хотели собрать красивых людей в красивом месте, показать наших челябинских дизайнеров. Сейчас у нас переход сезона, зимы в весну, и, соответственно, да, они представляют свои какие-то новые коллекции. И хотелось бы этим поделиться со всеми нашими гостями. Такие разные дизайнеры и такие разные бренды. Двигаясь в границах модных тенденций, авторы коллекции не забывают об идеях собственных, переосмысливают тренды и раскрывают в каждом предмете именно свое видение сегодняшней моды. У нас очень много геометрии, кроя, которые подчеркивают, при этом сохраняя женственность изделия, но вот именно какие-то интересные моменты создаются за счет треугольных вырезов геометричных вот таких вот крыльев. И все подрезы, может быть, если видно сейчас на моем платье, то есть все за счет сложного геометричного кроя, многослойности. Это женская одежда, женская одежда о том, да, как в базу привнести тренды, но на сегодняшнем мероприятии мы покажем особую колористику. Наверное, мы все бы устали, сидеть дома, быть в пижамах, и мы сегодня внесем ярких красок в этот день. Сама придумываю, разрабатываю все аксессуары, сама, ну, со своей командой их отживаем вручную. У нас все аксессуары из натуральной кожи, и все авторские слоганы – это «Аксессуары делают ваш образ». То есть самые обычные, простые вещи всегда заиграют новыми красками, если вы правильно подберете аксессуары. В то время как одни дизайнеры изобретают новые формы, другие ищут интересные сочетания цветов и фактур в привычном базовом гардеробе и делают упор на удобство и комфорт. Мы создаем вещи, которые нравятся нам, которые мы бы хотели носить сами. Собственно, мы сейчас в таких вещах стоим перед вами, сами одеты от своего бренда, и в этом, собственно, наша фишка. У нас гардероб, который может носить любая девушка. На самом деле сейчас это тренд, да, вещи, допустим, оверсайз, но мы уже давным-давно уже этот тренд, так сказать, внедрили в наше производство, потому что нам самим так комфортно и так удобно, мы любим. И несмотря на то, что многие девчонки говорят, ну зачем такое огромное, там не нужно, потому что не все такое любят, ну а мы любим. Сегодня самый главный тренд, наверное, это вообще такой большой макро-тренд на удобство и комфорт. Именно улица и наша повседневная жизнь диктуют моду, а не как это было много лет назад наоборот. И у нас сейчас в тренде оверсайз, удобные вещи, это спортивный, да, то есть стиль casual, удобная обувь. Кроссовки мы сейчас круто миксуем, как с белевым стилем, например, с платьями комбинации, так и, например, даже с деловым костюмом, да, и с футболкой. Именно вот эта вот тенденция, она сохранится. Как выгодно дополнить образ макияжем и прической, рассказали гостям вечера специалисты сферы красоты. Бьюти-блендером очень многие пользуются сухим, то есть его обязательно нужно смочить и немножечко отжать, иначе он будет весь продукт забирать на себя. Сейчас очень актуально, это кошачий взгляд, то есть азиатский разоглез глаз, все очень любят и всяческими способами пытаются достигнуть этого эффекта. Увеличим губы с помощью двух карандашей. Более темным карандашом оформим контур. Если хотите еще пухлее, то за миллиметрик природного контура губ можно выйти. Скоро весна, цветные тени снова войдут в тренд, и тренд этого сезона – оранжевый цвет. Поэтому всевозможные яркие макияжи весной и летом востребованы, как всегда, а вот оранжевый – тем более. Парикмахер Мария Климова наглядно показала, как создать модные серф-локоны прямо у себя дома с помощью обычного выпрямителя. Прядь оттягивайте на лицо, и чем крупнее блук, тем вы можете не бояться и медленнее проводить по пряде. В тренде у нас укладки. Конечно же, если говорить об укладках, если раньше говорили об объемах, то сейчас это отсутствие объемов при корневой зоне, в принципе. Сейчас это максимально гладкий эффект, максимально зеркальный. Вы заворачиваете только на один раз, и у вас кончик пряди возвращается на лицо, и дальше мы просто стягиваем вниз. На показе Прады на последнем была представлена коллекция, где все модели были с максимально странными челками. Поэтому сейчас актуально и в тренде – это носить челку. Она будет быть максимально короткой, либо же вообще такая распавшись на две стороны и обрубленная. Поэтому странно, если вы обладательница странной челки, то вы 100% в тренде. Свадебное и вечернее направление моды также было представлено в рамках этого события. Особенностью этого бренда стало желание его создателей дарить девушкам вещи, которые могли бы отразить все многообразие их характеров. Учитывая то, что невест очень много, девушки все абсолютно разные, разного стиля, разного вкуса, внешних особенностей, разных фигур. И я считаю, что для каждой девушки платье должно быть индивидуально. Свадьбы стали более камерные. И нет сейчас возможности у невест устраивать более торжественные мероприятия, которые, конечно же, предполагают шикарные, пышные свадебные платья. И спрос у невест стал уже соответственно этому случаю. То есть более лаконичные формы, более удобные варианты. В свадебной моде тоже есть свои тренды. Цвета отличны от белого. То есть это приглушенные айвори, пудра, такой приглушенный дымчатый цвет. Сейчас очень модно стали комбинезоны и брючные костюмы. И в свадебной моде невесты тоже хотят быть очень стильными. И вариант как раз-таки брючных костюмов и комбинезонов у меня ярко отражены в новой коллекции. Также платья длиной мидии сейчас очень популярны. Они в тренде, как в обычной одежде, так же и приходит это в свадебную моду. Также объемные пышные рукава в викторианском стиле, которые можно снимать, которые можно поиграть с ними в разных образах именно на фотосессии. Тенденции моды легко прослеживаются в коллекциях дизайнеров. Но интересно также узнать, что сегодня противопоставляют актуальному. Один такой главный антитренд – это слишком обтягивающие, облегающие вещи. То есть такая откровенная сексуальность. Сейчас мода на, я так бы сказала, интеллектуальную сексуальность. То есть микс где-то грубости, где-то мускулиности и женственности. Вообще сейчас тренд, самый главный тренд, который в рамках массы и запроса – это тренд на персонализацию и индивидуальность. Потому что каждый найти хочет то, что максимально близко его подчеркивает и находит. Мода, она существует и совсем не обязательно быть вот на этой волне, чтобы выглядеть хорошо. Все-таки главное – это ощущение своего стиля и своего какого-то положения. Эта вечеринка – одно из тех событий, по которым мы так соскучились за месяцы изоляции. И хочется надеяться, что эта весна подарит не только хорошую погоду, но и много поводов, чтобы модничать. И мы еще не раз, объединившись с форм-артом, соберем красивых людей в этом красивом месте. Продолжение следует...